Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! Я еще все никак не выздоровлю, поэтому у меня грязная голова уже третий день, не мою голову. Решила напялить этот ободочек, чтобы смотрело все более-менее презентабельно. Не обращайте внимания на мой внешний вид, возможно, в какой-то степени аккуратный. Сегодня мы с вами будем кушать селедку под шубой. Я ее очень люблю. Огромная просто порция. Очень красивый получился. Готовила я его сама. Рецепт, кто не знает, как готовить селедку под шубой, я вам рецепт обязательно оставлю внизу. Переходите, готовьте. Вот, давайте приступим. Сегодня я хочу поделиться с вами ситуацией, которая произошла со мной и попросить у вас совета. Рассказывать я начну прямо с самого начала. Возможно, кто-то все это слышал, но просто бывает, что, например, у меня на канале новые подписчики, которые вообще не в курсе этой ситуации всей. Дело в том, что в последнее время я начала замечать, что у меня очень много вещей, которые я не ношу, просто так лежат у меня в шкафу. Я подумала, было бы круто их продать. Некоторые вещи очень даже хорошего качества, просто они не подошли по размеру. А так как я делаю свои заказы в основном с сайтов, это абсолютно нормальная практика, что что-то не подошло. И вот я отобрала эти вещи. Сначала хотела снять для вас видеообзоры, показать и продать эти вещи подписчикам. Но потом просто решила попробовать выложить на сайт. Просто вещи, если платье на шейн стоит 20 долларов, я продаю это платье за 5. То есть в 4 раза дешевле себестоимости. И в общем я удачно продала 2 вещи. Я сразу писала там, что вещи только путем самого вывоза. То есть куда-то ехать из-за этих 5 долларов мне, честно, невыгодно. Поэтому я сказала, что нужно будет приехать и забрать. В общем первые 2 вещи я продала и без никаких проблем. Девушка осталась очень довольна. Причем вещам реально в идеальном просто состоянии. Вижу надевать какие-то красивые новые свои вещи на мукбанках. Уже заляпала свеклой. В общем первые 2 вещи я продала без никаких проблем. Девушке очень все понравилось. Девушка спросила параметры. Я ей скинула все параметры. Там сколько в сантиметрах. Просто там на шейн уже готовая размерная сетка стоит. Я ей скинула все параметры. Объяснила какой материал и так далее. Подробно мы общались через телефон моей мамы. То есть я там указала маме номер. Там есть WhatsApp. В общем писали на WhatsApp. Назначаем день Икс. Девушка приходит, вытаскивается пакетом. Смотрит. Покупает. Проходит 6 дней. Ровно 6 дней. И вот вчера вечером девушка мне пишет, что вещь мне не подошла. Я купила у вас и не померила. Она у меня лежала. А теперь я надела и я поняла, что эта вещь мне не подходит. Если в магазинах, когда, например, магазин продает вещь, то обратно они хотят эту же вещь с биркой. В этом случае бирки нет, чека нет. Я просто хотела спросить у вас. Может быть вы тоже сталкивались с такой же проблемой. Вот как вы думаете, я должна вернуть деньги или нет? А если бы девушка пошла бы домой? Не знаю, на следующий день мне бы написала, что вещь мне не подошла. Я бы без проблем просто вернула. Но дело в том, что прошло немало времени. Может быть ей куда-то надо было надеть это платье. Она взяла, надела и как на прокат сейчас возвращает. Просто если бы девушка сказала, например, где-то пятно, где-то затяжка или еще что-то, я бы поняла. Но когда человек просто говорит, что не подошло и за 6 дней я не померила, для меня это немножко удивительно. Но по закону получается, в течение 14 дней человек имеет право вернуть. Я вот думаю, что мне делать? Причем за эти 6 дней еще 2 человека мне написали по поводу этого платья, хотели купить. Я им отказалась, сказала, что продано. Как теперь им написать, что вы знаете, это платье было продано, но его вернули. Почему вернули, непонятно. Короче, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, кто продавал вещи БУ. Можно ли вернуть спустя неделю. по идее можно просто заблокировать человека и все, забыть про это. Не будет же она и за 5 долларов подавать на меня в суд. Понятное дело. Но я люблю делать по совести. То есть я в этом плане очень добросовестный человек. Не то, что я себя хвалю, просто у меня есть такая штука, как карма. Если я сделаю, например, неправильно, меня будет мучить совесть. Какая вкусная селедка. Я подумала, возможно, среди моих подписчиков есть люди, которые сталкивались с такой проблемой. либо надо сразу говорить, когда продаёшь вещь, что вернуть можно в течение одного дня. сейчас я даже заметила, в некоторых магазинах делают не просто бирку. Вот такая вот штука, которую ты разрезаешь и можешь надеть. бирку, например, можно заправить внутрь. А сейчас делаю такую штуку. Может, вы видели, поверх платья, что с этой штукой ты уже надеть это платье не сможешь. А то люди умудряются покупать платье, бирку просто заворачивать внутрь платья, носить куда-то, а потом возвращать в магазин, как ни в чём не бывало. В принципе, этими 5 долларами я богаче не стану. Но насколько это правильно? Вот я честно смотрю на эту ситуацию. Мне кажется, человек должен сразу померить вещь, посмотреть, подходит она ему или нет. Либо на следующий день, либо через день. Но когда проходит 6 дней, у меня уже складывается впечатление, что человек носил это платье, теперь просто хочет вернуть. Конечно, я могу ошибаться. Поэтому не знаю, что делать. Решила спросить у вас. Возможно, среди вас были люди, которые сталкивались с подобными проблемами. Честно, если говорить от себя, мне бы было стыдно через 6 дней писать человеку, что мне платье не подошло. Ну, я увидела телосложение девушки в тот день, когда я ей отдавала заказ, как раз-таки была очень теплая погода. Сейчас погода немного испортилась. И она была одета не так тепло. И видно было фигуру. Как раз это платье на нее. Девушка чуть-чуть пухлее меня. Она говорит, ну, коротковато мне. Ну, возможно, понятие коротко, понятие растяжимое для кого-то норма, а для кого-то это же длиннокортно. Возможно, ей понравилось. Она купила. Не знаю, муж сказал, что не очень. Или модель платья ей не понравилась. Или, возможно, в другом каком-то магазине она увидела дешевле. Ну, всякие такие моменты. Дешевле, навряд ли она увидит. Но, возможно, увидела какую-то другую модельку, которая ей понравилась больше. Я вам до этого говорила, я вообще не человек бизнеса. то есть я уверена, что в бизнесе я никогда не смогу продвинуться вот в моменте вот таких вот вещей. Люди разные. то, что для меня табу для кого-то норма. Причем девушка ехала просто из другого конца города ко мне, чтобы забрать это платье. А сейчас получается ей обратно надо ехать из того конца города сюда. Учитывая, что платье само стоит всего 5 долларов, если честно, мне просто было бы жалко свое время потраченное на все это. Ну, вот. Так что, вот такая вот ситуация непонятная. как правильно фиг знает. Пишите ваше мнение. Я поела, было очень вкусно. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Посмотрите, сколько я поела. Было, конечно, нереально вкусно. Кто любит тоже шубу, обязательно посмотрите наш рецепт. Ссылочка будет внизу. Переходите. Субтитры сделал DimaTorzok